По жароопасным сезонам принято считать лето. Жара, костры, грозы. На самом деле зима делает человека и его жилье не менее уязвимыми для огненной стихии. Эксплуатация печей и других отопительных приборов несет в себе определенные риски. Особенно, если не позаботиться о своевременной подготовке печи к отопительному сезону. Она должна быть побелена, так как на побелке лучше всего видны следы копоти. Если там произошло какое-то разрушение вкладки печи в швах между кирпичами, то это будет видно. Запрещается размещать перед топкой дрова, любые другие горючие материалы, бумагу, мусор, что-то у нас любят делать граждане. Также перед топкой должен быть размещен притопочный лист из негорючего материала размером не менее чем 0,5 метра на 0,7 метра. Нельзя перекаливать печи, оставлять процесс топки без присмотра или доверять его детям. Правила простейшие и знакомы, пожалуй, каждому владельцу печки. Однако слабожане продолжают упорно ими пренебрегать. Так, в феврале прошлого года житель села Корино растопил печь при отсутствии у нее топочной дверцы. Угли выпали из топки на пол, это привело к пожару. Двухэтажный деревянный дом и прилегающие к нему постройки сгорели полностью. Впрочем, стоит соблюдать осторожность владельцам не только печей, но и электрических обогревательных приборов. С приходом холодов нагрузка на электросети возрастает. Так как граждане активно начинают использовать электрические приборы, обогреватели, тепловентиляторы и прочее. При эксплуатации таких приборов необходимо также их осмотреть на наличие дефектов, не допускаются к работе приборы, которые имеют повреждения, например, на кабеле. Повреждена изоляция. Также нельзя накрывать эти приборы и сушить на них вещи. Нарушение правил пожарной безопасности карается законом. Кроме того, в этих случаях речь нередко идет о жизни и здоровье людей, сохранности имущества. Ошибки могут стоить очень дорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова